Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода и Жидима, канал о море красоте, а также об умном шоппинге. Тема минимализма в последнее время на моем канале очень популярна, но я всегда говорю, что для меня в минимализме все достаточно ясно и достаточно просто на протяжении, наверное, последних трех лет, это совершенно точно. Именно поэтому я завела отдельный канал, он называется «Минимализм как стиль жизни», куда я буду выкладывать видео про минимализм, ну, на самом деле, когда у меня будет, прежде всего, желание, потому что мне хочется создавать, честно скажу, и другой контент, в том числе. Мне хочется записывать видео про детей, мне хочется записывать видео про красивую одежду, мне хочется записывать видео про какие-то интерьерные вещи, про уборку в том числе. И всего этого получается очень много на одном канале, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на новый канал, там сейчас видео выкладываются без рекламы, с неким опозданием, но, в общем-то, этот канал создан специально для минималистов. О минимализме, возможно, очень многих минималистов не будет раздражать, что называется, тот остальной контент, который имеется на этом канале. Я прекрасно понимаю, что я человек, который, наверное, интересен многим, прежде всего своим личностным опытом. То, каким образом я пришла к минимализму, я много раз рассказывала, не скрываю, что я пришла к минимализму через экстремальное потребление. Но зрители, которые давно на моем канале, я думаю, прекрасно понимают, что я человек, как мне кажется, я это транслирую на камеру, достаточно скромный. Когда я говорю экстремальное потребление, я, скажем так, занимаюсь неким самобичеванием, потому что есть даже видео на канале, где я рассказывала, что мои покупки всегда сопровождались неким чувством вины, неким чувством неудовлетворения. И я всегда обращаю внимание своих новых зрителей, что если ваши покупки сопровождаются вот таким ощущением, что вы что-то делаете не так, не таким образом распределяете свои ресурсы, как написала одна зрительница, сгорел сарай, гори и дача. Она написала, когда описывала ситуацию, что она купила одну футболку, ну, потом ищу рубашку, ищу еще одну рубашку. Ну, в общем-то, действительно сгорел сарай, гори и дача. То, возможно, вы действительно на пути к минимализму. Я вообще убеждена и посвящу этому отдельное видео, что к минимализму как раз-таки приходят люди, которые в определенный момент начинают ощущать некий дискомфорт прежде всего от покупок. А к минимализму никогда не приходят люди, которые начинают в 20 лет, имея какую-то возможность обвешиваться бижутерии дорогой, ювелирными украшениями дорогими, какие-то аксессуары использовать, одежду подороже и так далее. Вот когда они все это на себя надевают, покупают и не чувствуют никакого, скажем так, послевкусия, горького, неприятного, то эти люди, они на самом деле, что в 20 лет экстремальные потребители, в 30 лет экстремальные потребители, и в 40 лет, скорее всего, тоже экстремальные потребители. Слева от меня не случайно стоят две вазы, видео записывается, потому что я прочитала один очень интересный комментарий. Помимо того, что я получаю много комментариев, Яна, не вы должны записывать видео о минимализме, и, в общем-то, то, что вы говорите, это скорее шопоголизм и так далее, и так далее. Я прочитала один комментарий по поводу экстремального минимализма в том числе, но тронул меня другой комментарий. Одна зрительница, многие зрители, я уже узнаю по комментариям, что значит узнавать зрителя по комментариям, значит, что ты примерно представляешь, либо очень хорошо помнишь, какой комментарий был оставлен до этого этим же зрителям. Так вот, она написала, Яна, мне очень хочется вазу, очень хочется поставить цветочки хотя бы полевые, но некуда. И именно поэтому записываю я это видео. Для меня минимализм – это концепция исключительно о потреблении. Я считаю, что в сегодняшнем мире мы находимся и очень часто являемся людьми, которые на самом деле не представляют, что им нужно. Это звучит страшно, это звучит ужасно, и это звучит даже неправдоподобно, настолько это неприятно слышать. Но действительно, мы люди, которым навязаны определенные концепции, определенные концепции о счастье, определенные стереотипы о счастье. И эти стереотипы, они, в общем-то, распространились на все сферы нашей жизни, на наше родительство, на наше материнство, на то, какие мы жены. Все начинается с нашего счастья, когда нам предлагают заветное колечко с бриллиантом, и все, я думаю, прекрасно вспоминают рекламу, которая всегда была на глянце, и до сих пор продолжает быть. И думаю, что еще сколько глянец будет занимать ведущие позиции, ведущие страницы на глянце. Это заветная коробочка мужчина, который очень красиво одет, лица его мы не видим, он спрятал за спину эту коробочку, держит. И, в общем-то, мы представляем себя той принцессой, которой эту коробочку принесли, и вот таким образом начинается наша семейная жизнь. И на самом деле вот этих сфер их очень-очень много. Мы модно и красиво одеваемся, когда вот так. Мы питаемся здоровым образом, когда мы едем вот так. Наши дети счастливы и вот таким образом улыбаются, когда мы покупаем вот эти вещи, когда мы следуем определенным стереотипам. Поэтому в это время очень важно понять, как никогда. И поэтому я в своих детях на самом деле воспитываю чувство минимализма, чувство грамотного потребления, грамотных покупок прежде всего. Что мы действительно оказываемся в ситуации, когда мы не знаем вообще, что нас радует. Вроде как вот это должно радовать, но вот это послевкусие остается. Не радует нас это. И многие приходят к минимализму, да, через экстремальное потребление. Многие приходят к минимализму через эстетику минимализма. А вот нравятся разгруженные поверхности, нравятся белые стены. И ты интуитивно понимаешь и потом осознаешь, что для этого ты должен мало покупать. Многие приходят к минимализму через экономию, понимают, что минимализм действительно дает возможность окружать себя малым количеством вещей и, соответственно, малое количество денег на эти вещи тратить. И таким образом приходят к минимализму. И во главе угла для меня всегда было, и я думаю, что будет потребление, покупки, умение обуздать свой потребительский голод и заниматься какой-то самой дисциплиной. Все остальное для меня вторично и каким-то образом соприкасается с защитой планеты. Здесь идет речь о переработке мусора, очень много я получаю комментариев. О переиспользовании вещей, о доиспользовании с другими людьми, о перераспределении вещей. Это все действительно очень важно в рамках минимализма, потому что я также записывала видео, где говорила, что когда мы не покупаем определенные вещи, мы минималисты, мы делаем несколько больше, чем нам кажется. Мы глобально влияем нашей массовостью на производство этих вещей. Таким образом мы действительно влияем и на сохранение нашей планеты, и на уменьшение количества мусора от этих вещей, на перераспределение также денежных средств. Это очень важно, потому что сейчас малый бизнес, он не имеет финансирования. Люди, которые хотят заняться малым бизнесом, здесь в Европе это совершенно точно, они не имеют своих денег. Здесь любой бизнес, он финансируется через банк, а банки не имеют денег, потому что все сосредоточено на верхушке вот той пирамиды, когда очень малое количество людей в отношении всего населения планеты, они богаты, и они не перераспределяют эти деньги, они их не инвестируют, это большая и глобальная проблема для экономики. Так вот, сводя все к самым простым вазочкам, именно отсюда, как я сказала в начале видео и родилась тема для этого ролика, я хочу сказать, дорогие зрители, что суть минимализма для меня как раз таки в том, чтобы начинать покупать меньше, потреблять меньше, пользоваться меньшим количеством услуг с одной единственной целью, чтобы понять, что здесь и сейчас тебе нужно. Действительно тебе, и это твое желание, никем не навязанное. Поэтому если мы хотим купить вазочку для цветов, ее нужно пойти и купить. Минимализм не подразумевает отказ от шоппинга, минимализм также не подразумевает отказ от удовольствия от шоппинга. Наоборот, я много раз рассказывала, как я помню свою эйфорию, когда я посещала первые распродажи, когда я посещала первые какие-то люксовые магазины, они могли быть не люксовые, но просто тогда Zara, допустим, не было, а Gucci уже было в Москве, H&M не было, а Gucci уже было в Москве, Dolce & Gabbana было в Москве. Поэтому я помню эту эйфорию своей радости от того, что я получила доступ не к дорогим, не к брендовым вещам, нет, к красивым вещам, к красивой одежде и вообще хоть какой-то одежде. Поэтому шоппинг, он должен приносить радость. И проблема современного человека как раз таки в том, что мы так много покупаем и так много ненужного покупаем, что в итоге тот элементарный шоппинг, тот, за чем мы работаем, а мы работаем, чтобы иметь самое, самое, что называется, ликвид-ликвид в нашей жизни, это деньги, чтобы за эти деньги купить и получить то, что нам нужно. Кто-то вливает эти деньги впечатлением и, соответственно, он тоже покупает, он покупает эти впечатления, он покупает билеты, он финансирует эти деньги в свои эмоции. Кто-то получает эмоции другим способом, мы все совершенно разные. Поэтому хочу еще раз сказать и напомнить всем своим зрителям, меня часто благодарят за то, что я напоминаю какие-то очевидные для многих вещи, но хочу также совершенно точно выразить свою позицию, своего канала и канала, который уже создан, что я против экстремального потребления, прежде всего потому, что это экстремальное потребление, оно нам навязано. Мы сами, не желая того, несем в свою жизнь, даже не в свой дом, вещи и услуги, от которых мы спокойно можем отказаться, но стереотипы маркетинга и рекламы, воздействия настолько сильны в нашей жизни, что мы действительно не можем понять, что нам нужно. Но когда мы понимаем, что нам нужна вот эта ваза, а возможно даже две, то и эти вазы можно и нужно пойти и купить. Минимализм не подразумевает одну вазу, либо две вазы в доме, либо вообще их отсутствие. Минимализм также не подразумевает в женском гардеробе всего одну юбку и одну блузку. Минимализм не подразумевает в женском ящике, в женской тумбочке, которая в ванной находится всего две губные помады, либо и того пущие. Одну, если человек красится, если он тем более работает визажистом, если ему нравится наносить макияж, то пусть этих помад будет 10. Минимализм он о том, что нам нужно, о том, что для нас достаточно и что для нас необходимо для нашего ощущения счастья. Поэтому, дорогие зрители, дорогие минималисты, у меня очень положительная аудитория. Вообще у меня, я всегда говорю, очень мудрая аудитория. Помимо того, что очень доброжелательные комментарии мне оставляются, большое спасибо, эти комментарии меня очень воодушевляют. Я хочу сказать, что также мои зрители зачастую знают больше, чем я, более образованно, чем я, и, наверное, могли бы вести свой контент даже лучше, чем я. Просто я этим занялась и несу то, что я чувствую, то, что я понимаю здесь и сейчас. Могу сказать, что я совершенно спокойно отношусь к таким негативным комментариям. Это видео является лишь напоминанием о том, что сама я чувствую в рамках минимализма и, по большому счету, выражением позиции моего канала и непосредственно видео, которое выходит в рамках плейлист «Минимализм». Прощаюсь с вами на этом. Желаю вам всем ощущения счастья, ощущения гармонии, которые, безусловно, в нашу жизнь приходят, когда мы знаем, что нас делает счастливыми, когда мы точно знаем, чего мы хотим. И таким образом, элементарно, мы просто можем к этому стремиться. А что это будет зависеть от наших характеров, от того, где мы живем, от наших привычек, от того, в каком окружении мы находимся, и еще от многих-многих факторов. Это была Яна Скворцова. Желаю всем чувствовать себя счастливыми. Всем пока-пока. Увидимся очень скоро.